Время Отца и Сына и Святаго Духа Криви Истворение святителя на Златоуство Беседы на Первое Послание к Коринфянам Почему ныне не все веруют? Потому что дела наши нехороши И причину этому мы сами Обращая Слово к нам самим И тогда, то есть в древности Обращались к вере не одними только знамениями Но многие из обращающихся Привлекали были и жизнью верующих Так говорится, да светит свет ваш людьми Да видят ваши добрые дела И прославляют Отца вашего Небесного Тогда у всех было одно сердце И одна душа И все было общее И жили они жизнью ангельской Если бы то же было и теперь То мы обратили бы всю Вселенную без знамений Потому желающие спастись Пусть снимают Писание Здесь они найдут и такие И еще высшие добродетели И сами учители И забиловали ими Проводя жизнь в голоде Жажде наготе Мы хотим жить в роскоши В неге и удовольствиях Они же не так жили Но говорили До нынешнего часа И алчим, и жаждем, и терпим наготу И страждем, и скитаемся Один из них путешествовал От Иерусалима до Иллирии Другой в страну индийцев Третьей в страну мавров Иной в другие части Вселенной А мы не решаемся даже выйти из Отечества Ищем роскоши Великолепных жилищ И всякого другого богатства Кто из нас когда-нибудь терпел голод за Слово Божие Кто был в пустыне Кто предпринимал далекое путешествие Кто из учителей Живя трудами рук своих Помогал еще и другим Кто подвергался ежедневной смерти Потому нерадивы и окружающие нас Воины и военачальники Когда переносят голод, жажду, смерть и все бедствия Тогда побеждают и холод, и опасности И все как львы И совершают дела доблестные А потом, если Оставив такое любомудрие Предавшись неге Пристрастившись земным благом И занявшись куплюю и продажу Будут побеждаемы врагами То было бы совершенно безумно Искать причину этой перемены Так и мы должны рассуждать О нас самих и бывших прежде нас Мы сделались из нежния всех Прилепившись к настоящей жизни Если и найдется человек Имеющий в себе хотя несколько древнего любомудрия То он, оставляя город и торжище Не желая обращаться с людьми и исправлять других Удаляется в горы И если кто спросит его о причине удаления То он дает ответ неуважительный Я, говорит, удаляюсь для того Чтобы не погубить себя И не сделаться неспособным К добродетели Но не лучше ли было бы тебе Быть не столь добродетельным И доставлять пользу другим Нежели пребывать на высоте И с презрением Взирать на погибель братьев Если же они не родят о добродетели А другие, пекущиеся о ней Удаляются из строя То как мы будем побеждать врагов наших? Кто убедился бы, если бы теперь и были знамения? Кто из язычников стал бы лучше нас? Когда нечестие так распространяется? Праведная жизнь наша для многих бывает убедительной знамени Люди бесстыдные и злые Могут взирать на знамения С мыслями коварными А чистая жизнь Может с великой силой Заградить уста самого дьявола Говорю это и начальникам И подчиненным А прежде всех себе самому Чтобы мы проводили жизнь достохвальную Исправили себя И презирали Все настоящее Будем презирать имущество Но не гиенну Будем презирать славу Но не спасение Будем здесь трудиться и терпеть Чтобы там не подвернуться мучению Так будем ротоборствовать с язычниками Так будем увлекать их в плен Который превосходнее свободы Впрочем это часто и непрестанно Говорится нами Только редко исполняется Но исполняется или нет Наш долг непрестанно Напоминать об этом Так как если иные Для обращения других Говорят столько увлекательных речей То тем более Ведущим к истине Не следует утомляться Возвещая полезное Если вводящие в заблуждение Употребляют столько усилий К достижению своей цели Расточают имущество Прибегают к искусству красноречия Подвергаются опасностям И сами являются впереди всех То тем более нам Отклоняющим от заблуждения Должно терпеть и опасности И смерть И все Чтобы доставить пользу И себе и другим И оставшись непобедимыми От врагов наших Сподобиться обетованным благ Благодатью человека Любим Господа нашего Иисуса Христа С которым отцу со святым духом Слава держава честь Ныне и призна И во веки веков Аминь Боже